Рефа Кабба 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 давности и современностью. Здравствуйте, Арда. Здравствуйте. Арда, вот мы по следам вашего последнего интервью, которое вы дали изданию «Эхо Кавказа». Я уже много в принципе сказала о том, какие-то даже были какие-то выдержки, цитаты из того, что было в интервью. Оно довольно-таки обширное, я думаю, многим было бы его полезно и интересно почитать. Но хотела бы вам задать свои вопросы. Прежде всего, вот так такое. 28 лет спустя, после того, как закончилась наша война, очень многие задаются вопросом, часто этот вопрос задают, например, россияне, о том, о чем был конфликт, о чем была война, что мы не поделили, потому что в Советском Союзе все ведь жили так мирно, часто говорят они. И вот в этом вопросе, как вам кажется, что звучит? Непонимание сути, незнание, отсутствие информации? Или, возможно, иногда это звучит как обвинение в том, что мы не были уж слишком миролюбивыми, да, и вот как-то сами, скажем так, спровоцировали этот конфликт. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, конечно, вы правы. Мне кажется, здесь незнание конфликта, недостаточность информации. Вы знаете, что в Советском Союзе эта информация не попадала, так сказать, на страницы газеты, в телепередачи. Обычно это была жизнь параллельная, так сказать, жизни, которая проходила по телевидению в новостях, жизнь, связанная с конфликтом, которая занимала очень много душевных сил, переживаний, времени. Всех абхазов это знают все, кто жил в советское время. Поэтому, я думаю, неудивительно, что многие россияне об этом не знают. На самом деле, для некоторых было удивлением узнать, что так остро этот конфликт раскрылся и началась война после развала Советского Союза. Но, конечно, обвинять абхазов в немиролюбивости, мне кажется, это уж никаких оснований нет, поскольку война началась на нашей территории и госсоветовские войска пришли с оружием в Абхазию, причем стали расстреливать мирное население. Поэтому другого варианта, кроме как взяться за оружие и защищать свою землю, абхазов просто не было. Поэтому, конечно, вот на этот вопрос, почему абхазы стали отстаивать и приняли этот вызов, ответить, может быть, не так сложно, как на историю конфликта, как корни конфликта, в чем состояли недовольства, опасения абхазов. Это, конечно, более долгая история. Да, но все-таки, как вам кажется, в контексте того, что вы сказали, и отсутствие информации у большей части россиян по поводу того, почему начался конфликт и вообще потому, что были какие-то противоречия, они были, не сиюминутные были. Мне кажется, что тут еще есть роль какой-то грузинской информационной подпитки и вот объяснение того, что случилось. Даже вот вы говорите, мы знаем о том, что там войска Госсовета Грузии вошли на территорию Абхазии, а они чаще всего говорят о том, что они вошли сюда только потому, что защищали железную дорогу. То есть всегда пытаются как-то по-другому преподнести этот конфликт. И нет ли такого ощущения, что нас, вот нашу точку зрения в мире вообще не знают, и что с этим делать? Да, это большая проблема. Надо сказать, что грузинский взгляд, грузинская версия произошедшего, она, конечно, находит больше возможностей дойти до читателя, зрителя, международного политолога и так далее. Понятно, что это очень большая задача все-таки нашу точку зрения. И не только точку зрения, а просто объективные факты все-таки чаще их озвучивать. И поэтому мы всегда говорим о важности международных форумов, конференций, где должна быть озвучена абхазская точка зрения. Что касается непонимания все-таки произошедшего конфликта, здесь многие ориентируются, конечно, на советское прошлое, когда Абхазия стала частью грузинской республики. Но это действительно произошло в советские времена. Если не уходить слишком глубоко в историю, то когда была Абхазия частью Грузии? Грузия самостоятельно вошла в состав Российской империи. Абхазия подже вошла как абхазское княжество уже после правления Килишбея. После того, как были упразднены, было упразднено княжество, возникли губернии в Российской империи. Вообще не было, так сказать, Грузии как страны и так далее. То есть во время революционного вот этого десятилетия и более было очень много республик и горских и так далее. Только во времена меньшевизма, да, было действительно время, когда Абхазия как автономия входила в... Но это совершенно недолгий период, во-первых. И во-вторых, он сопровождался, опять-таки, войной и кровавыми действиями. Хорошо известный в Абхазии генерал Мазняшвили, который мечом пытался, так сказать, привнести сюда грузинскую власть. Поэтому вот этой истории, на которую опираются те, кто удивляется, почему Абхазия не хочет быть в составе Грузии, этой истории просто нет. И она действительно полностью опирается на советское разделение, так сказать, на республики, на эту иерархию, на то, что Абхазия была включена в состав Грузинской республики во время съезда, состоявшегося в Батуми, как я говорила в интервью, о котором вы упоминаете. Нет, не могут до сих пор найти стенограмму этого съезда. Мы даже не знаем, как ставился этот вопрос, какие были дискуссии, кто голосовал и так далее. Но тем не менее, Абхазия была лишена прав самостоятельной республики. И потом, вы знаете, что это привело к таким очень пагубным репрессиям по отношению к абхазскому народу. Понятно, что весь Советский Союз испытывал и был под этим сталинским катком, но в Абхазии это принимало форму именно национального давления, именно, так сказать, прессинга на национальную идентичность, на культуру, язык и так далее. Всё, что мы до сих пор испытываем как проблемы очень серьёзные, особенно связанные с языком. В этом интервью вы также употребили такой термин, я первый раз его слышала, как осадная психология, и сказали, что она до сих пор нам мешает. Вы можете немножко пояснить, что вы имели в виду и почему мешает, что за этим всем кроется? Когда абхазы выживали, в сталинские времена и времена репрессий, мне кажется, очень важно было сохраниться как вот такому сообществу и сохранить свои традиции, свой язык, культуру и так далее. И тогда вот эта замкнутость, вот эта осада, которую держали абхазы, пытаясь противостоять вот этому плану грузинизации, когда закрывались школы и так далее, тогда она помогла выжить. И вот эта осадная психология помогала мобилизовать силы для протеста в разных формах, которые, эти протесты в советские времена, это было очень сложное дело. И мне кажется, это уникальный, так сказать, уникальный случай абхазский, когда все-таки, несмотря на все эти запреты и регламентированность, аминтированность абхазы с периодичностью определенные 10-11 лет массово выступали. В другие времена это были, так сказать, письма протеста с подписями и так далее. То есть это протестное движение, оно именно получало свою энергию из вот этого, из этой консолидации, которая имела некоторые черты осадной психологии. А что я имела в виду, когда сказала, что это нам мешает, потому что сегодня у нас независимое государство, и нам нужно переходить в другое качество, нам нужно освобождаться от этих черт осадной психологии, быть более открытыми и чувствовать, что мы не только должны защитить, мы должны, потому что конфликт не до конца решен, очень много проблем сегодня инициирует грузинская сторона, но мы должны быть более открытыми, более, так сказать, свободно дышать и понимать, что уже мы сами ответственны за то, что происходит в нашей стране, мы не должны все время кивать на кого-то извне, обвиняя в наших проблемах, а больше продумывать, как строить мирную жизнь, более ответственно. Да, но тут как раз таки перекрещивается и с другим вашим высказыванием, вы говорите там, в том же интервью о том, что мы живем в реальности признанных государств, но при этом, то есть, точнее, в матрице признанных государств, но при этом реальность более нюансирована. И то, что вы говорите, также сочетается с тем, что мы довольно изолированы от мира, особенно после 2008 года, когда нас признала Россия и некоторые другие государства, мы как будто бы тоже внутри страны решили, что многие, я уверена, что так думают, много раз высказывались, эти мысли о том, что, в принципе, всего, чего мы боролись, мы достигли, да, вот, и как вы вот на все это смотрите? Да, конечно, в Абхазии очень тяжело строить свое государство в условиях искусственной такой изоляции. Нас наказывают за войну, которую не мы развязали, и это наказание непонятно, когда закончится. Вот эта изолированность, этот отказ в свободных контактах экономических, культурных, научных и так далее с окружающим миром. Сейчас мы имеем в лице России не только стратегического партнера, но и партнера по развитию в разных сферах. Это очень большой ресурс, конечно, но тем не менее наша цель все-таки международное признание, поэтому мы должны пытаться преодолевать вот эту изолированность, и я надеюсь, что все-таки это со временем произойдет. Но, конечно, после того, как ушла миссия ООН по грузино-абхазскому конфликту, где Абхазия была стороной конфликта, признанной стороной конфликта, и имела возможность оставить на уровне ООН всегда высказывать свою точку зрения, участвовать в переговорах и так далее, то после, к сожалению, после 2008 года победила такая грузинская точка зрения о том, что на самом деле каких-то неразрешимых противоречий с абхазским обществом нет, а есть только конфликт с Москвой. Это, конечно, очень отбросило вот этот процесс переговорный, и, конечно, нынешние женевские дискуссии, которые мы, естественно, очень ценим и хотим, чтобы они продолжались, потому что это единственная, фактически, такая международная площадка для Абхазии, но все-таки вот переговоры, где Абхазия была стороной конфликта, они прекратились, поэтому еще более сложные политические задачи стоят перед Абхазией, и особенно это касается вот доказательства того, что у Абхазии есть свои собственные политические устремления, что были очень серьезные претензии к грузинской политике, к грузинской стороне. Дело в том, что могут сказать, что действительно сталинские времена давно прошли, но на самом деле на грузинской стороне не было отказа от той политики, не было осуждения ее. Наоборот, мы часто видим сейчас опять возвращение к каким-то идеям Инга Рокова и ему подобным, поэтому, так сказать, конфликт все еще жив, он еще продолжается вот и в том числе в этих двух разных совершенно дискурсах, описывающих ситуацию и конфликт между нами. Арда, спасибо вам большое. за ваши комментарии и за интервью, за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо за вопросы. В эту субботу в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, а также выборы мэров пяти самоуправляющихся городов-муниципалитетов, по результатам которых правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» набрала 47% голосов избирателей. Но оппозиционные силы не считают эти выборы проигранными, так как в первом туре выборов ни один из мэров пяти главных грузинских городов, включая Тбилиси, выбран не был, и потому везде состоятся вторые туры, которые и определяют глав Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми. Процесс выборов прошел не без громкого скандала. Страсти накалились накануне выборов, когда покинувший страну 8 лет назад Михаил Саакашвили заочно осужденный внезапно вернулся в страну и пообещал, что в случае массовой фальсификации выборов уже 3 октября он и все его сторонники выйдут на защиту результатов референдума. Стоит пояснить, почему этим вроде бы не столь значительным выбором в органы местного самоуправления в Грузии оппозиция уделяет столько внимания. Поговаривали даже, что они должны положить конец девятилетнему правлению грузинской мечты. Эти ожидания оппозиция связывала с одним из пунктов, подписанного весной этого года при посредничестве ЕС соглашение между политическими силами Грузии. По этому договору, если правящая партия на местных выборах получила бы меньше 43% голосов, в следующем году должны были бы пройти досрочные выборы в парламент. Но правящая грузинская мечта напрала 47%, что номинально отменяет досрочные выборы в парламент. Однако, оппозиция считает свои достижения уже и то, что в первом туре не прошли кандидаты от грузинской мечты в мэры даже в столице. В Тбилиси на пост городоначальника претендовало аж 16 кандидатов, в том числе и нынешний мэр, в прошлом известный футболист Каха Каладзе. Каладзе, по предварительным данным, набрал чуть менее 45%. Его конкурентом во втором туре станет председатель единого национального движения, один из главных грузинских оппозиционеров Никамелия, за которого проголосовали 34% избирателей. Второй тур ожидается на выборах и в остальных четырех самоуправляющихся городах Руставе, Кутаиси, Поти и Батуми. В двух из них оппозиционные кандидаты опережают кандидатов от правящей партии. И все это на фоне арестованного Саакашвили, который объявил себе политзаключенным и сообщил омбудсмену, что объявляет голодовку, а также потребовал защиты у украинского гражданином Украины. Сидя под арестом, экс-президент также выразил поддержку оппозиционным силам и сказал, что может представить, какое количество подтасовок было, но при этом они, то есть оппозиция, смогли достойно выступить на выборах и призвал всех голосовать за своего ставленника Никумелия на выборах мэра Белисси. Такие вот события происходят в эти дни в соседней Грузии. К другим темам. О том, как политика проникает в абсолютно любые сферы, даже глянца и фэшн-индустрии. Недавно в октябрьском номере глянцевого журнала «Эль Россия» появился спецпроект «Дружба народов», смысл которого в том, что издание, по сути, вышло с 25 обложками, и каждая отдельно посвящена красоте и самобытности 25 разных народов и культур, включая как республики, которые входят в саму Российскую Федерацию, так и бывшие страны СССР. Например, среди тех, кто появился на этих обложках, модели из Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Пашкирии, Якутии, Дагестана и многих других географических точек. Есть и обложка, посвященная Абхазии, на которой изображена абхазская модель Аддица Берзеня. Главный редактор издания Эль Россия Екатерина Мухина на своей личной странице в Инстаграм выложила обложку с абхазской красавицей и подписала ее так. Абхазия – страна души, так и переводится местное название территории Абсне. Это далеко не край света, но стоя на обрывке белых скал в Цандрипше, кажется, что за морем уже не может быть ничего красивее, пишет влиятельный редактор в сфере фэшн-индустрии. И понеслось тысячи и тысячи комментариев от грузинских пользователей о том, что Абхазия – это не страна, а часть Грузии, 20% оккупированных России. Абхазия всегда была и будет частью Грузии, читайте историю, пишут они. Абхазия наша, мы вернемся и заберем ее мирно, пишут другие. Отметим, что подавляющая часть комментирующих – это молодежь, которая изучает новейшую историю именно так, и для них, судя по тому, что пишется в комментариях, не чужды те взгляды и принципы фашизма и национализма, о которых мы как раз и говорили в начале этой передачи. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы по-прежнему будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать все важные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин